Приветствую вас, уважаемые зрители. Недавно в группе ВК я выкладывал скрин, где чувак за одно БГ умер больше тысячи раз. Методом несложных подсчетов, при том, что БГ длилось больше 12 часов, мы выяснили, что при такой статье на поле боя его персонаж жил не более 15 секунд. То есть 30 секунд кулдаун на кладбоне, рез и тут же смерть. Возникает вопрос, что с ним могло произойти? Как можно отыграть 12-часовой БГ и дохнуть ежеминутно? Некоторые предположили, что это бот. Ну да, такой может быть. Возможно какой-то излагавший бот, постоянно рестался и бежал подыхать. Хотя 12 часов, сомнительно. Как оказалось все куда интереснее. Я бы даже сказал, что разобравшись в причине, можно сказать, что охренеть как интересно. И мы с вами сейчас этот случай разберем. Но для начала как всегда рекомендация. Тоже хотите ворваться в официальный World of Warcraft и кого-то убить тысячу раз, но не знаете как оплатить подписку? Поможет эльфмани.нет. Более 15 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители. Лучшие качества и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% в промокоду VANILLA10. Ссылка в описании. Итак, изначально похожий скрин появился на Reddit. Только там время БГ равнялось 9 часам. Кто-то, кто участвовал в этом бою, скинул этот скрин, типа показать всем. Глядите пацаны, глиномес на 9 часов. Как в старом, добром 2005. Ну, я такой смотрю и думаю, ну да, было такое. Я бы даже сказал, старые олдовые эльтераки длились и подольше. Можно было играть целый день, пойти лечь спать, утром встать, регнуться на БГ и попасть на тот же самый эльтерак, который ты играл вчера. Но тут мое внимание привлек этот тип. Минуточку. 700 смертей при нуле своих килов. Это как так? Чекнул в калькуляторе и, действительно. Получается, дох он каждую минуту регулярно. Реально бот что ли? Начинаю разбираться, искать откуда этот скрин приплыл и выхожу на чувака, который, о боже, он все еще играет на этом БГ и у него уже 900 с чем-то смертей. Картина такая. Вся пачка противника стоит на кладбоне. Этот, как выясняется маг, без конца рессается и сразу после ресса его убивают. Я смотрю на это, смотрю и пытаюсь понять, что происходит. Ну, по мере роста комментариев под скрином на Reddit и комментов на стриме, вырисовывается картина, которая все объясняет. И я попытаюсь объяснить вам тоже. Это французский стример, играющий на европейском Living Flame. Контент, который сводится к PvP. И однажды он где-то посрался с чуваками из грифферской гильдии. Тема срача сводилась к неправильному пониманию классической PvP системы. И вот эти чуваки решили ему доказать, насколько он ошибся в том, что решил с ними связаться. Я не знаю, хорошо ли вам известны гильдии YCB Only Horde, поэтому дам небольшую справку. Аббревиатура гильдии расшифровывается, что баф Рэнда принадлежит только Орде. И гнусный альянс не достоин его носить. Поэтому и этот коллектив с незапамятных времен занимается аннигилированием игроков, вздумавших полутать Рэнда. Прямо с 2019, не покладая рук, ворлд бафы диспелили, пуржили и все в этом духе. Напомню, что во времена хайпа Ванилы существовало огромное количество сервисов, которые этот баф продавали Альянсу. Даже в нашей гильдии была такая кампания. Тем не менее, гильдия YCB Only Horde отыскивала подпольные нычки этих барыг и мешали им работать. Куда только от них не прятались. Под агримар, на агримар, забивались какие-то текстуры, залезали на труднодоступные башни. Бесполезно. Так или иначе их находили и карали. Кстати, деятельность этой гильдии также вдохновила наших гриферов. Если кто слышал про гильдию ПВЕ Драконы, пойму таком речь. Драконы полностью переняли стиль YCB Only Horde и занимаются практически тем же самым. В правом верхнем углу подсказка на мой старенький видосик, посвященный их деятельности на Пламегоре. Так вот, наш французский стример вздумал с ними посраться. Кстати, помимо диспела бафов и прочих пакостей, вышеупомянутый гриферский коллектив с огромным удовольствием занимается стрим снайпом. И не просто, как бы прибежали убили, а с особым пристрастием. Начав преследовать какого-то стримера, они могли превратить его жизнь в ад. Куда бы он не отправился, чем бы не планировал заняться. Злодеи будут рядом и будут ему всячески мешать. Час, два, десять, неважно. Гильдия большая и желающих покемпить лоха стримера полно. Поначалу француз не понял, что происходит, ему даже было весело, мол, вот дурачки, тратите свое время на меня, вместо того, чтобы заняться чем-нибудь полезным. Потом пытался их пристыдить, что вот вы такие сякие, только толпой можете нападать. Даже гильдию создал с похожим названием, чтобы их потроллить. А потом до него начало доходить, что его бомбежка только разогревает азарт преследователей и вот таким образом он от них точно не избавится. В правилах World of Warcraft где-то есть пункты за харассмент и зломеренное вмешательство в игровой процесс. Вместе с этим есть пункт о наказании за стрим снайп. Суть его сводится к тому, что да, стример показывает свою игру и осознанно раскрывает свое местоположение. Но, вместе с этим, челик, который вычисляет цель по стриму, пользуется внеигровым источником. А это уже выходит за рамки правил. Единственное, что доказать первый и второй пункт практически невозможно. Да и сами геймы не хотят вникать в этот головняк. Если вы вдруг вздумаете пожаловаться на преследование, максимум, что вы добьетесь, это ответ. Спасибо за то, что сообщили нам о нарушении. Мы понаблюдаем за злодеем. Если выяснится, что он плохо себя ведет, примем меры. Это в лучшем случае. Никто конечно наблюдать и наказывать не собирается. Пишут они это побольше, чтобы вас успокоить. Чаще всего гейм вам пояснит. Вам не нравятся ганки? Так идите на ПВЕ сервер. Поэтому Француз решил пробить систему и доказать, что то, что происходит с ним, это неприемлемо. Грифферы портят игру простым работягам и эту проблему надо решать. Последнее время он только занимается тем, что скидывает репорты на людей, которые за ним постоянно бегают, чтобы близы поняли, что это не рандомные челики, это одни и те же. Грифферы находят его слой, они находят его местоположение. И по сути, если задаться целью найти факты харассмента, то сделать это будет не трудно, было бы желание. Последней акцией было то самое БГ, где стример уперся рогами и бесконечно рисовался на кладбоне, вместо того, чтобы просто с этого поля боя ливнуть. Ему нужен был реальный пруф, доказательство того, что охотится исключительно за ним. На Варсонге присутствовали игроки из VCB Only Horde, а также подставные союзники, которые по всей видимости пригласили его в прим, но как только прокнули свои, захватили оба флага, так, чтобы БГ невозможно было завершить. Они знали принцип стримера, знали, что он сам из боя не ливнет, поэтому держали его на кладбоне 12 часов, нарисовав эту шокирующую статистику боя, выведенную вами на опубликованном скрине. По завершению БГ этот скрин полетел Агренду в твиттер, чтобы он посмотрел и подумал над тем, насколько Близзам похер на тех игроков, кто столкнулся с подобной ситуацией. Напомню, Агренд это тот самый бородатый дядька, который курирует команду WoW Classic и ответственен за создание Season of Discovery. Я думаю, будет лишним говорить о том, что этот пост был проигнорен и не удостоился ответа. Поэтому наш француз и дальше продолжит свой крестовый поход в борьбе со стримснайпом, харассментом, грифферами и всем с ними связанными. Тем не менее, данная ситуация идет ему на пользу, контент француза отличается от других стримеров, на его трансляциях можно понаблюдать многочасовое аннигилирование его персонажа, которого он даже не пытается куда-то увести или спрятать. Его цель показать факт преследования наглядно, поэтому он как правило никуда не уходит, пытается вновь и вновь завершить какое-то игровое задание, даже на полном серьезе бомбит, хотя понимает в чем дело. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Считаете ли вы преследование игрока элементом PvP или тут все же присутствует какое-то нарушение правил? Как бы вы себя повели, если бы вас регулярно ганкали, по много часов, без возможности ответить. Подписывайтесь на канал, чтобы дальше узнавать об интересных событиях из мира в классик, буду благодарен за лайк под видео, удачи!